Всем привет! Вы смотрите канал Мошенники звонят по телефону. Наливайте чайку, кофейку, ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Все это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Приятного просмотра! Алло! Андрей, добрый вечер! Добрый! Меня зовут Дмитрий, компания Galaxy Trade. Вы успешно прошли регистрацию, с чем я вас и поздравляю. Я звоню задать вам несколько вопросов, подобрать для вас наиболее подходящий сервис. Андрей, скажите, пожалуйста, у вас был ранний опыт в торговле на бирже? Нет, не было. Друзья, знакомые, возможно, занимались этим? Да, вроде бы нет таких у меня. Не в режиме, не знакомые. Ага, я вас понял. А вы кем работаете? Ну, я этим работаю, водителем. Так, на себя работаю. А такси, я так понимаю, да? Ну, как такси? Не то, чтобы такси. У меня просто грузовая машина. Где-то что-то кому-то привезти. Ну, такого плана, что да. Угу, угу. Я вас понял. А я так понимаю, на какие-то логистические компании, да, где лучше предложат туда? Да, ну, как предложат. Да, поступают предложения, я рассматриваю. Если меня устраивает этот вариант, то берусь. Если нет, то дальше жду. Ну, в принципе, работа всегда есть. Без работы не остаюсь. Это хорошо в наше время. Я вас понял. И сколько выходит заработать в месяц в среднем? Ну, то это по-разному. Ну, в среднем, если брать так вот, ну, если, например, за пол года взять, там, ну, тысяч по 60 в месяц вошли выходит. Ну, это в среднем. Когда-то больше, когда-то меньше. Когда-то есть работать. Когда-то вообще можно перебить, договориться. Не постоянное заработок, конечно, не постоянное. Такого плана. Ну, я вас понял. Ну, это уже, да, с вычетом амортизации, да, топливо. Ну, это, конечно, это, конечно, я имею в виду, да, это вот как вот, ну, как вот люди работают на государственных предприятиях, зарплату получают, например. Да, вот это я имею в виду. Это понятно, конечно, что это хорошо уходит. Я понял, я понял, я понял. Не, ну, просто, да, содержать грузовую машину, да, я так понимаю. Не, ну, конечно, это... Ну, это немало денег. И, ну, да, да, запчасти сейчас дорогие. Сейчас все очень сложненько. Ну, да. Так, а так легко было. Ну, скажите, и как хватает? Хватает вам, семье, да, что-то отлаживать? Ну, в принципе, не жалуемся пока. Я вас понял. Андрей, смотрите, да, люди к нам с разными целями приходят. Там кто-то просто как дополнительный заработок, просто кто-то сфера интересуется, да. Кто-то хочет бизнес расширить, кто-то с долгами, да, рассчитать. Ну, вариантов уйма. Вы какими целями к нам? Ну, я просто по телевизору слышал там вот инвестиции, что люди вкладывают там, может быть, как дополнительный заработок. То есть, заработок дополнительный никогда не помешает. Ну, я с вами согласен. Деньги лишними не бывают, да, тем более в наше время. Хорошо, я вас понял, вы ищете дополнительный заработок. А, возможно, у вас даже есть понимание, да, на какую цифру вы хотите выйти, да? Ну, если будет там 1015-1020, да, ну, это будет нормально к моим деньгам. Я вас понял. Хорошо, Андрей, да, я сейчас расскажу вам, чем мы занимаемся, да, что это такое, и самое главное, как вы сможете сами зарабатывать. Мы предоставляем нашим клиентам доступ к международному рынку. Что это такое? Это огромный рынок, да, на котором торгуют акциями крупных компаний, таких как Газпром, Лукойл, да, Тесла, там, Самсунг, Эппл и тому подобное, да, криптовалютами, валютами, нефтью, газом, золотом, серебром, да, и тому прочим. В принципе, заработка прост. Покупаете дешевле, продаете дороже, да. Да, вы, ваш заработок, это на разницу в цене, да, как вы понимаете, Андрей? Ну, как вы сказали, так и понимаю, купил за 5, продал за 10. Ну, да, 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 да. Ну, вы знаете, общаюсь с разными людьми, некоторые переспрашивают, уточняют, поэтому лучше спросить сейчас, да, чем потом возвращаться к этому вопросу. Вот. А, кстати, забыл спросить, сколько полных лет вам? Мне 43 года. Угу. Угу. А, наша компания, да, предоставляет ответственных сервисов для работы с нами. А, первое, это автоматическая торговля. А, за вас торгуют, так называемые роботы, да, это искусственный интеллект, программное обеспечение. А, его основная задача – это торговля вместо человека. Вам не нужно тратить время на учебу, вам не нужно тратить время на саму торговлю, да, он работает круглосуточно. Второй вариант работы с нами – это работа с аналитиком. Профессионал на рынке не менее 7 лет, знает все нюансы рынка, при работе с ним он разработает для вас индивидуальный план по достижению ваших целей. Да, это то, о чем я вас спрашивал, с какими целями вы к нам пришли. Вот. И третий вариант – это смежная торговля, то бишь, когда вы заняты, вы на работе, да, у вас нет времени, за вас торгует робот. А, когда у вас есть свободное время, есть желание, вы связываетесь с аналитиком и торгуете вручную, да, обучаетесь в этой сфере. А, Андрей, скажите, как вы думаете, какой бы вариант вам бы подошел? Ну, мне трудно сказать так. Я ни с тем, ни с тем не сталкивался, что я здесь даже не могу сказать. Я понял. Ну, в таких случаях я советую, конечно, начать с автоматической торговли, да, параллельно вы в своем личном кабинете будете видеть, да, какие позиции открывает робот, да, когда, по какой цене, когда закрывает и по какой цене, да. И анализировать, да, это, если вам станет интересно, вы всегда сможете связаться с аналитиком и, значит, обучение, да, и потихоньку, так сказать, изучать эту сферу и торговать вручную. Если у вас появится такое желание, нет, всегда можно продолжить работу в автоматическом режиме. А что это за робот такой? Что он из себя представляет? Робот, вот, смотрите, робот, робот. Это, 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 это программное обеспечение, да. А, понятно. Ну, условно, да. Условно, это, да, алгоритм работы. Программа работает по техническому анализу, то бишь, она, скажем, ну, как так объяснить, анализирует, да, движение цены в прошлом, тем самым, как вам так объяснить, чтобы, да, чтобы это было вам понятно. А, вылетело с головы. А, хорошо, скажу по-другому, да. Мы видим цену, да, что тренд сейчас, вот, восходящий тренд, да, допустим, возьмем акции Теслы, да, за два месяца с лишним они выросли, ну, практически, там, на 80-90 процентов, да. Робот видит, что тренд восходящий, да, но при этом он понимает, что, возможно, коррекция, возможно, разворот тренда, ведь всегда, когда акции достигают пика, они разворачиваются, да, для того, чтобы скорректировать цену. Здесь при достижении, чем дальше цена идет, да, объемы покупок снижаются, и вследствие, когда цена разворачивается, да, срабатывают стоп-лоссы, при этом у вас есть прибыль, да, потому что цена росла, но вы пока вылавливаете суть или... Ну, я так пытаюсь, но мне многие вещи непонятны, конечно, пока, я просто, я просто понять не могу, к чему это клоните, ну, что, ну, да, Тесла там, ну, там, это акции, я, кстати, слышал, да, про компанию, про это, она у всех на слуху, и по телевизору там показывают, что это же, насколько я знаю, это правильно понимаю, это этот американский, там, миллиардер какой-то ее, да, садил эту компанию, ну, хозяин компании. Да, 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 но я вам просто как пример ее привел, да, это необязательно с ней работать, да, необязательно с этими акциями. Это просто как пример, да, Тесла это американская компания, это производитель электромобилей. Да, да, владелец, да, вот, ну, если в двух словах, робот работает по алгоритму один к трем, то бишь, на три сделки в минус, есть девять сделок плюс, условно, там, минус 15, плюс 60, да, ваша прибыль 45, понимаете, о чем я? Ну, да, понял. И, да, он работает по принципу money management, то бишь, да, если мы там говорим, да, ваши инвестиции условно, там, да, 1000 долларов, то по правилам money management он не может торговать, общий объем сделок не может превышать 20% от общего капитала. Да, то бишь, если мы говорим о 1000 долларов, да, то общий объем сделать не может превышать 200 долларов, вот, это тоже для минимизации риска. А остальные деньги, вот, например, вот, ну, там сколько-то, какая-то сумма уложена, то есть он, я так понимаю, он берет просто какую-то определенную часть денежных средств, да, получается, а остальные деньги что делают в это время? А остальные деньги, это, ну, вы же понимаете, да, если вы условно купите на всю 1000 долларов, там, одну, да, акцию Тесла, завтра она пойдет на коррес, и вы можете, да, ну, убытки понести? Нет, ну, это понятно как раз, да, это если там, нет, это я понимаю, но, например, все равно же там остается еще приличная сумма, они просто лежат, я так понимаю, или, что с ним, ну, как этот робот, он частями, получается, берет денежные средства, или так, для работы? Да, 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 конечно, это риск менеджмент, да, когда у вас капитал, да, скажем, 1000 долларов, он может использовать только 20% от этого капитала, ну, неважно, какая сумма, да. Ну, вот смотрите, например, вот, грубо говоря, 1000 долларов, да, лежит, будем так рассматривать, он взял 20%, получается, это сколько, 200, нет, 200 долларов, взял, вот он с ними работает, да, вот это что, в это, то есть он там проходит там все это, а вот эти, скажем так, 800 долларов, они просто лежат, дожидаются своего часа, и так? Ну, как бы, ну, если, грубо говоря, да. Так это же не выгодно, это деньги, это, если деньги не работают, как они, ну, если они просто лежат? Нет, нет, это money management, нельзя использовать, да, всю сумму, всю сумму сразу для инвестиций, понимаете, ну, это как все яйца в одну корзину сложить, понимаете? Да, это понятно, я просто говорю, нет, это вот, вот как раз про корзину-то с яйцами, это я все понимаю, просто говорю, что получается, что 20% работает, а остальные 80, они не работают. Логичнее было бы, чтобы они тоже работали, но в каком-то другом направлении, или как? Эти 20% работают во всех направлениях, да, они тоже распределяются, они тоже не на эти 20, да, условно 200 долларов, если мы говорим о 1000, да, они тоже не работают по одной акции, как правило, всегда открыты 3-5 сделок на разных направлениях, это может быть нефть, какая-то валютная пара, какая-то монета, какая-то валютная пара. А вы сейчас сказали, что это не на одну акцию Тесла, там, например, купить, а вот именно это все разбить, взял того, второго, третьего, все, да, это мне понятно. Да, 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 но развиваются. Я-то про остальные говорю деньги, которые вот 80%, они же не работают пока вот эти вот 20 задействованные, я вот что понять не могу. Смотрите, да, если, скажем, давайте я вам скажу, они работают как ваша страховка, понимаете, эти 800 долларов, они все равно, вот, они работают. Нет, это не то, что, да, это как кредитное плечо позволяет увеличить объем вашей торговли, да, ну, и этот инвестиционный портфель будет акцией. Если это было как долгосрочная торговля, да, то, да, какой-то, там, да, биткоин, ну, к примеру, да, то там можно использовать, там, 20-40% бюджета. Ну, так как мы говорим о кредкосрочных сделках, да, то здесь нужно использовать 20% для минимизации риска и увеличения капитала. Ну, все равно, маленькая непонятника. Ладно, это так действует робот, а аналитик действует в таком же ключе или по-другому как-то? А у аналитика совершенно другой подход к торговле. Ну, про него расскажите. Пока про робота мне как-то, что всего лишь 20% денежных средств задействовано, 80% вроде как страховка, ну, странно очень. Если, например, 20% эти сгорят, он берет еще 20%, так он так может все деньги спустить и все, скажем так, и вся страховка заходит. Ну, обратно же здесь вот то, о чем я говорил, он всегда открывает 3-5 сделок, всегда открыт и в разных направлениях, дабы не случилось то, о чем вы говорите сейчас, да? Ну, я понимаю, что в одном направлении, например, вот он в 5 направлениях взял, вот сделал, например, да, там, как это называется, сделка, да, вот это вот что, ну, в 5 направлениях по 5 позициям, да? И, например, выиграл, угадал там, где самое минимальное, а этот, самый минимальный доход, а проиграл, где больше поставил. Ну, я примерно, я просто раньше играл в букмекистских картонах, в этих конторах, я просто имею представление. Ну, я играл не на, не онлайн играл, а именно в самой конторе, то есть приходил, тут же делал ставку, ну, если выигрывал, а забирал, если проигрывал, то проигрывал. С такого плана. Не в онлайн, а именно в живых, это в конторах, в букмекистских. А что это, как она называлась, эта компания, я немножко не понял, что это было? Ну, это букмекистская контора, представляете? А, букмекистская. Ну, это же немножко... На спорт ставки где вот, приходишь и, да, то есть... Ага, ага, да, да, я вас понял, но это... То есть там же тоже можно сделать, например, ставки сделать, 5 ставок сделал, да, по 1000 рублей, а в итоге там что, а коэффициент маленький, и ты даже своих денег-то не вернул. Хотя, вроде как, все, там, страхуешься, там, да, да, да. А сыграет та ставка, которая минимальная, и все, и в итоге ты проиграл. Ну, да, и сравнивать с казино и биржу, это как велосипед с Рубероидом, понимаете? Это не казино. А казино, это рулетка, это блэкджек, это покер, это маленькая не то. Ставки на спорт, это, мне кажется, даже можно в один ряд поставить и с брокерскими контролями. С бинарными опционами, да. Может быть, может быть, да, бинарные, я слышал, что эта мушка там такая, вот именно, что это игровая. Подробности не вдавался, но сразу говорю, что меня это не интересует. С бинарными опционами, да, но они запрещены в России уже, по-моему, с прошлого года, да, или позапрошлого. Вы знаете, я никогда этим не интересовался, да, это совсем другое. Но обратно же, да, давайте, при открытии каждой сделки, да, проводится фундаментальный технический анализ. Здесь, ну, нельзя говорить о какой-то случайности, да. Если, конечно, действовать импульсивно и, да, открывать, ну, вот я чувствую, да, ну, интуиция ни к чему хорошему, да, не приводит. А если прислушиваться, да, к аналитику, если мы говорим о торговле с ним, да, то он приводит. Здесь похоже, да, здесь получается похоже с теми же ставками, те же команды, когда играют, ты же тоже ставишь, не просто ставишь на такую команду, что вот она там сильнее, что эта. То есть ты просчитываешь все варианты, кто будет играть, кто травму получил, кто там, кого-то, может, прикупили нового врага, кто-то заболел, кто-то там, не знаю, там, тренер поменялся, вот это вот все. И на основе этого делается анализ тоже точно так же. И уже это, какие-то проценты можно уже расставить. То же самое получается? Андрей, Андрей, да. Ну, вы знаете, я вот, если делать вот такой вот анализ перед каждой ставкой, то, возможно, вы правы, да, в этом есть что-то схожее. Ну, понятно. Ну, значит, получается, что если действовать вместе с аналитиком, там маленько другая ситуация, не как робот, да, получается? Да, 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 да. Там сколько задействовано получается денежный средств в работе? Да, 20-40% может быть задействовано, но он дает вам прогноз, да, при каждом, там, скажем, совете, да, какую сделку открывать, по какой цене, в каком направлении, да, он говорит, почему это, зачем, да, с чего он, ну, какой анализ он провел, да, это выход новостей, возможно, да, вот завтра будет, там, отчет по нефти, да, от добытой и запасов, да, поэтому вот надо покупать, потому что аналитики, там, говорят, что цена завтра вырастет. Понимаете, о чем я? Или если это технический анализ, там, возможно, как, там, Apple, да, перед каждой своей презентацией в сентябре у них, да, уже пять лет подряд сразу после презентации падают цены, падает цена акций, да, после в течение, там, недели времени она обратно растет, да, и это происходит уже на протяжении пять лет, каждый сентябрь, да, и на этом люди зарабатывают. Ну, понятно, на новостях, да, да, то есть на новостях, то есть получили, получили новость и уже как-то уже делаем, там, не то, что предсказания, а, ну, то есть думаем, что будет, это так повернется, но ведь иногда бывает и по-другому, и может в другую сторону повернуться, это же тоже не стопроцентная гарантия, даже если по новостям. Да, для этого и, для этого и мы открываем, да, сделки в разных направлениях, чтобы все, да, открытые сделки не касались одной какой-то новости, да, или понимаете, о чем я говорю? Да, 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 это я понял, да, это понятно. Ясно. Ну, я вам скажу, да, по статистике, допустим, при торговле, автоматической торговле, да, при работе с роботом, доходность составляет примерно 70-75% в месяц. Отложенной суммы. Что-что? Отложенной суммы имеется в виду. Вернее, от тех денежных средств, которые участвуют в обороте. Нет, 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 от начального капитала. А, то есть, если, например, мы тысячу долларов вкладываем, да, вот это, тысячу долларов вкладываем, то вот от этой тысячи 70-75% в месяц получается. Да, да, да. А я вот тут, тут тоже не пойму, ну, а при чем здесь весь капитал, если участвует только всего лишь 20%? А если взять от 20%, тогда... Потому что остальные 80... Что-что, если взять... Ну, если мы будем, не будем лукавить, а, скажем так, если участвует, ну, пусть 50%, ну, не 20, не 40, а 50%, возьмем половину, вот, да, участвует, половина у нас типа страховки лежит. Вот сколько от этой половины будет процентов тогда? Мы не рекомендуем нашим клиентам использовать половину, да. Если мы говорим о работе с аналитиком, то, ну, скажем, в месяц капитал, да, может удвоиться. Очень даже... Но опять же капитал, который... Ну, и... Капитал, который первоначальный. Сейчас, ну, если мы говорим о тысяче, да, долларов, допустим. Ну, работать-то будет всего лишь 40%, это получается даже еще тогда получается больше процентов, не 75%, а больше процентов будет, да? А 60% работает как страховка. Нет, это я понял, что как страховка работает. Но она как страховка работает? Она просто лежит, она же ведь не задействована в комбинациях, в денежных манипуляциях. И в просадках она задействована, задействованы все, да. Ну, я понял, я понял, да, 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 это ясно. Если где-то проиграл, придется, как говорится, лезть в мешок, в кошелек и брать еще, и докладывать это дело, чтобы выровнять там это положение. Ну, условно тогда работает страховка, да, если вот так вот грубо. А поэтому и говорится, что от общего капитала, все равно в какой-то мере он играет какую-то роль, да, все понятно, я понял. Я бы сказал, он играет важную роль, потому что, ну, если использовать все 100% капитала, ну, это неразумно, это большой риск. Ну, понятно, ясно. Да, Андрей, у вас еще какие-то вопросы есть? Да, ну, в принципе, мне все понятно так-то. А, это, про компанию не спросил, вы где находитесь? В Москве, в Питере? В Москве, в Москве, да? То есть, это наша компания, российская, московская, да? Угу, да, да. Ясно. Андрей, я так понимаю, готовы приступить к работе? Я сегодня могу написать аналитику, он запустит робота для вас, если вы готовы. Мне надо еще маленечко разобраться, наверное, подумать. Сегодня не готов. У меня сегодня все равно, и под рукой нету интернета, чтобы этим заняться. Я еще в гараже, я еще с гаража не уходил. Так что здесь это, до дома доберутся, что неизвестно. Ну, для начала, да, и мобильного интернета хватит, чтобы активировать. Нет, мобильного там, может, и хватит, да, у меня здесь одна палочка, никак не хватит. Это мне надо на улицу уходить, а улицу холодно стоят. Так что стены, это стены плотные, это гасят все, сигнал гасят сильно. Я вас понял. Хорошо, тогда... Завтра попросите, ага, я уже с этого скажу тут, но... Да, еще хотел уточнить вопрос, да, все-таки, а с какого устройства вам будет удобно работать? Телефон или ноутбук? Будем это все делать, я думаю, что это все-таки с домашнего ноутбука. Да. Я вот завтра планирую, да, я завтра планирую дома, то есть никуда, сейчас маленько вот машину подделаю, и завтра никаких заказов у меня, в принципе, не было. Завтра я дома буду, по крайней мере, ну где-то так, вот если выйду так по хозяйству где-то там, в пределах дома, ну, да. Я вас понял, смотрите, я могу, да, во сколько там плат завтра набрать, и у нас же с вами разница во времени, я так понимаю, 4 часа, да? Да, 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 я в Саиногорске, да, живу, это получается, это Хакасия, на границе с Красноярским краем, да, 4 часа у нас разница с Москвой. Ну, смотрите, получается, если, если, ну, давайте по Москве, ну, часиков в 11-12. Да, 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 я уже здесь и поработаю с утра, то есть, по дому поделаю, разберусь там. Хорошо, а у вас есть WhatsApp, Viber, Telegram? WhatsApp есть по этому же номеру, да. Хорошо, я тогда вас добавлю сегодня. Хорошо, хорошо. Напишу вам сообщение, да, вы добавьте меня в контакты. Договорились. Да, я так понимаю, завтра будем уже заниматься активацией торгового счета, да? Ну, да, конечно, тогда под рукой уже будет у меня интернет, будет ноутбук уже, конечно, сейчас просто, ну, сейчас просто нет возможности в гараже такими делами заниматься. С какой суммы готовы начать, чтобы завтра уже не возвращаться к этому вопросу? Я сегодня напишу финодел, они подготовятся к этому вопросу. Ну, а с какой суммой, я не знаю тоже, ну, как, тысячи долларов-то у меня сейчас нету вложить в это дело, и это хоть как получается. Я только сейчас такой суммы не могу располагать. Ну, долларов 200, если будет нормально. А минимальная сумма, да, для активации 250 долларов, это порядка там... А, то есть, даже есть минимальная, да, получается? Ну, давайте с минимальной и будем начинать это, 250, ну... Ну, вы почти, да, верно сказали. Ну, так вот, ну, тебе так посчитал, что думаю, ну, 1014, думаю, ну, здесь побольше будет маленечко, сколько это у нас получается, 250, там, грубо говоря, сколько сейчас он там у нас, 70, 71, да, рубль, доллар у нас. А, да, 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 ну, там лучше, чтобы на карточке где-то 19 было для постарковки, да, 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 это банковская комиссия там сидела. Такое дело есть, найдем, да. Да, я понимаю, ну, вы понимаете, да, это же электронный перевод карты на торговый счет, да, у вас должна быть карта банковская, на ней и средства, правильно? Не, ну, конечно, банковская карта, да, перевод, но это же, это же перевод, это же, это же в банк получается, вот у меня получается Сбербанк карта, да, то есть я из Сбербанка перевожу там с какой-то, с другой банк. А вы заходите в свой личный кабинет и мы через терминал в этом личном кабинете... Это завтра разберется, я думаю, но он завтра разберется. Да, да, да. У меня первый, у меня это Сберовская виза, но, то есть это, думаю, что разберемся. Угу. Хорошо, а Сберонлайн пользуетесь? Ну, конечно, конечно, конечно. Вы имеете в виду этот кабинет, да, личный там? Ну, да, 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 в телефоне. Ну, в телефоне, ну, конечно, ну, а как же, ну, если карта есть, как не пользуется, конечно. Да, все по-разному я вам скажу, поэтому я лучше утончу сейчас, чтобы мы завтра к этому вопросу, да, там не возвращались. Ну, понятно, понятно. Быстренько все оформили и запустили робота. Угу, понятно. Хорошо, Андрей, тогда завтра включается, ну, да, 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 да. 11-12 по Москве. Да, да, 3-4 по-вашему, я вас беру. Да, хорошего вечера вам. Всего доброго. Слушай, Андрей, добрый день. Добрый. Это Дмитрий, компания Galaxy Trade. Мы с вами в четверг разговаривали по поводу возможности дополнить финансовару. Помню. Да, я в пятницу, к сожалению, не смог к вам дозвониться. Да, у меня там... Дозвоню сегодня. Да, да, да. Неудобно было в пятницу, был недосупер. Да. Слушаю. Да, да, да. Все в силе. Что мы, как мы с вами решаем дальнейшие, какие наши действия? Ну, мы дальнейшем договаривались на 250 долларов, да, у нас там пополнение. Я просто хотел бы перед этим еще узнать про компанию покупать, а поподробнее. Что за компания? Вы мне сказали, в России зарегистрирована она, так и называется, Galaxy Trade, да? Galaxy Trade. Компания называется Galaxy Trade. У вас это услуги какие, получается, брокерские или аналитические? Да, нет, брокерские. То есть вы, как я понимаю, что будете посредником между мной и биржей, да? Правильно же? Брокер же это, по-моему? Да, да. Да, да. Совершенно верно, да. Да, лицензия у вас от кого на брокерскую деятельность? Что, что? Лицензия у вас на брокерскую деятельность от кого? В России, смотрите, наша компания зарегистрирована в Литве, да? Ага. В России у нас нету, да, лицензий, но биржа, это же международный рынок, мы предоставляем возможность... Нет, Дмитрий, это понятно. Вы же сказали, что компания российская, Galaxy Trade. Есть офис, да, в Москве. Да, есть представительство. Ну, представительство из себя, это что представляет? В каком виде оно представительство? Оно называется как-то или что? Да, 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 компания Galaxy Trade так и называется, да. Ну, оно как это, ООО, или там ЗАО, или ПАОО, это, оно же зарегистрировано в России, получается же, все равно, так же, как и в Литве? Я вас понял. Смотрите, я вам сейчас на этот вопрос не отвечу. А почему, Витрин, я извиняюсь? Я просто не знаю, да, вы первое, кто этим интересуется, да. Я уточню этот вопрос, да. Ну, это, да, этот вопрос является, ну, как, одним из самых основных, потому что, если компания, ну, в России они зарегистрированы, я как могу с ней сотрудничать? Этот вопрос надо выяснить. И еще, смотрите, вот у вас вообще, вот в компании, вы знаете руководителя, нет вообще, кто, ну, директором является компании? Ну, с директором я не встречался. Нет, это понятно, что нет, в Литве это понятно все, я просто говорю, что вы знаете, кто у вас руководитель, фамилия, имя, отчество или нет? Или там фамилия, имя, как там, Литвев, ты не знаешь? Нет, 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 нет. Может быть, Дмитрий, вы меня как-то это, ну, как-то выведите на поле, там, то, что у меня есть ряд вопросов, вот, именно по компании самой. Вы мне объяснили, в принципе, доступно все по торговле, я все понял, тут даже вопросов нет, у меня никаких не возникло, все грамотно, все понятно, все, да, то есть здесь это. Просто про саму компанию. Имеется в виду, я же буду, деньги все равно, это, свои деньги, там, пусть даже на свой счет это все делать, но я буду это делать через вас. Я так понял. Не сам же я буду через свой банк, там, это, открывать как-то. Вы же мне сказали, что, получается, будет какой-то перевод на, это, на свой счет, ну, там, какой-то банк или там куда, смысл, так ли я до конца не забрал. То есть, в любом случае, я буду тратить свои деньги куда-то там, ну, в смысле, они из моего кошелька перетекут в другой кошелек, пусть даже там в мой, там, где-то, но все равно, скажем так, не так близко к тем. То есть, что будет, деньги. Я вас понял, да, я вас понял, о чем вы спрашиваете. Хорошо, давайте я эти вопросы уточню. Да, да, хорошо, да. Возможно, какие-то вопросы есть. Возможно, какие-то вопросы есть. В принципе, меня вот это вот интересует, да, чисто, чисто по деятельности компании, да, вот, да. Вот эти вопросы мы уточним, то будет нормально вообще, чтобы у меня было понимания. Хорошо, я вас услышал, да, я уточню эти все вопросы. Да, перенаберите меня в том, что вы, да, 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 со временем сегодня. Ну, в принципе, ну, я вас позже, что-то сегодня заберу, да. И нам когда-то, ну. Хорошо, хорошо, договорились. Ну, все, договорились. Да, все, да. Слушаю. Да, Андрей, добрый день еще раз. Это Дмитрий Галат-Сетрайд. Да, слушаю. Да, 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 я вижу, вы пытаетесь пополнить свой торговый счет. Все-то, все-то вы, Дмитрий, видите. Я просто смотрю, что за программа эта и что здесь такое вообще, в принципе. Вы узнали, что я вас спросил, нет? Смотрите, да, по поводу торгового счета, да, торговый счет открывается на Европейском банке, да. Название мы сказать не можем в целях безопасности. В какой безопасности? По поводу документов, да, мы можем предоставить. Что, что? В какой безопасности? В целях какой безопасности? Что в этом секретном... В какой регламенте? Еще раз повторите, пожалуйста. Вы не сказали, что в целях безопасности мы не можем сказать, в каком банке будет счет. Я и говорю, в целях какой безопасности? Что за безопасность такая? Первый раз слышу, что это было какой-то секретной информацией. В каком банке будет счет? Это счет же мой будет в любом случае. Давайте, да, я вас сейчас подключу на финодел. Давайте, наверное, да, да, Дмитрий. Спасибо, что мне рассказали все по этому, по торговле. А с этим, с этим, с этим, ну, моментами лучше, наверное, с финоделом не переговорить. Потому что я чувствую, что вы нет. Хорошо, но вы не совсем возьмитесь. Хорошо, но, хорошо, Андрей, секундочку, тогда открывайтесь на менее, буквально. И сейчас я вас все же расскажу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, меня зовут Артем Сокол, я являюсь сотрудником финансового отдела. Смотрите, поступила вот заявочка насчет того, что хотели бы активировать торговый счет. Но есть еще открытые вопросы, на которые вы бы хотели услышать ответы, верно? Да, да, все правильно. Я вас понял. Хорошо, давайте так. Какие именно вопросы вас интересуют? Позвучьте их, чтобы у меня была возможность на них ответить. Ну, у меня вопросы вот сразу, я так до конца это и не понял. Дмитрий мне, в принципе, про торговлю-то все объяснил, а все нормально. У меня к нему вопросов вообще нет. То есть мне все понятно стало. Меня интересовали просто вопросы касательно самой компании. Вот, он не смог на них ответить. И некоторые финансы в вопросах, вот, как там, куда будут деньги переводиться, там, в какой банк, где он, ну, от такого плана. Давайте с компании начнем. Вот компания Galaxy Trade, да, она, мне сказал, Дмитрий, что это российская компания. Ну, смотрите, да, это российская компания. Мы являемся российской компанией, у которой есть доступ, опять-таки, к различному роду биржам. То есть у нас есть международный, опять-таки, международный регулятор. Да, опять-таки, у нас государственные регуляторы являются Центральный банк России. То есть, это Центральный банк России, но это регулятор по российскому государству. Что касаемо международной торговли, то есть выхода на Нью-Йоркскую биржу, Лондонскую биржу и так далее, здесь регулятором являются уже директивами ситуации. Я понял, я понял. Вот давайте, поскольку мы находимся все-таки в России, да, что это, по России пробежимся. То есть, если Центральный банк является у вас регулятором, то я так понимаю, что есть лицензия брокерская, правильно? Смотрите, ну, конечно, есть, опять-таки, разрешение на брокерскую деятельность, есть разрешение на открытие этих государственных вещей. В Российской Федерации именно. И это дает у нас Центральный банк, потому что он на территории Российской Федерации является регулятором. Верно? Смотрите, не так быстро, не так быстро, потому что я за вами... Я понял, хорошо, говорю медленнее. И, значит, в Российской Федерации регулятором является Центральный банк России. То есть, у вас, видимо, есть лицензия от Центрального банка России. Я правильно понимаю? Ну, конечно, у нас есть разрешение у Банка России на брокерскую деятельность. Нет, это не разрешение, нет такого слова разрешения, нет такого слова разрешения от тем. Есть слово лицензия. Эта деятельность, она лицензируется. Не разрешается или запрещается, а лицензируется. Ну, конечно. Да, то есть это есть лицензия. Я правильно понимаю? но вот я вот зашел на сайт центрального банка я вашу компанию там списке брокеров не нашел я никуда не писал я просто открыл на центральном на сайте центрального банка россии есть перечень по состоянию на сегодняшнее число компаний которые имеют это лицежью брокера и порядка 250 вы точно лицо такие непосредственно компании в нашем случае если мы говорим о компании здесь вы можете искать не искать либо покажет это либо не покажут понимаете то какими занималась компаниям а получения лицензии и такие аллоу не слышно вас пропадаете пропадаете если если мы говорим да 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 вы услышали то что я вам говорю нет вот сейчас был провал если речь идет конкретно если смотрите если речь конкретно идет о брокерской лицензии и так далее я так понимаю что вы хотели бы ее увидеть или что да ну я хотел бы ее увидеть это и думал как как минимум хотя бы чтобы был номер лицензии этой как минимум номер лицензии повторите еще раз номер лицензии номер номер я вернусь к этому я вернусь я вернусь к этому вопросу сейчас хотелось бы поговорить на эту тему касательно того что вы говорили о переводе денежных средств на ваш ну да вот мне вот мне 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 интересно что вот это дмитрий начал со мной это беседу насчет этого и он сказал что банк куда я буду переводить деньги он пока остается в секрете что это какая-то тайна а в чем дело какая-то тайна я вот понять я не могу я почему и удивился я понимаю что я из своего банка то есть со своего счета в банке с российского там ну это должен перевести в зарубежный банк он мне так объяснял но в какой это ведь секрет это ведь нельзя говорить это его слова что это тайна в каком что что-то что он говорил но это тему обсуждать его да да и вот он мне сказал я сразу как эта тайна давайте я вас лучше переключу на 15 специалиста я буду ради бога потому что я чувствую что он маленько плавает я я просто делал том что всего разговора вашего не знаю я только из ваших опять пропали артюм был опыт в инвестировании торговали ли вы где-то ранее открывали может быть торговой считаю так далее нет я раньше не торговал нигде я вас очень плохо слышу вас прямо все хрипит булькает как-то микрофон поправьте манево а вы меня слышите вы меня слышите вы меня слышите у вас с перерывами слышу вас у вас вот это слова как-то вот пропадают некоторые да я так понял вы на громкой цель заходить потому что вы битали кому меня я громко снять у меня у меня у меня громкая связь у меня руки заняты потому что вот приходится переспрашивать я до конца и не слышу полной вашей фразы если есть возможность да все слушаю еще раз на пятки анну скажите что то вот так наверное будет лучше смотри да 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 я просто почему спрашиваю был у вас опыт ранее или нет потому что судя по разговору я так понял что вы уже либо много где интересовались инвестированием либо же у вас был уже какой-то опыт я много интересовался грамотно вы согласились что любой любой человек должен относиться к такому делу это к такому делу грамотно потому что что касается финансов в наше время да конечно то есть финансы всегда любые денежные средства они должны находиться в безопасности пропадаете пропадаете вообще прямо даже вот такими временами тишина прямо стоит я понял но связь проливаются видимо поэтому опять-таки дело в этом говорю что полностью вас поддерживаю в том моменте что вы говорите что деньги должны находиться в надежном месте и под сохранностью слышите меня да 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 сейчас я просто слышал касательно активации торгового наверняка слышали о депозитарии депозитарии депозитарных еще и какие-то отрады ну а депозитарии это там где этот хранятся там где хранятся все ваши активы все ваши ценные бумаги да 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 ценные бумаги и того что касается акций это я имею в виду срады они заняться в диеты депозитарии то есть депозитарии находится в ком-то банки там это дело все оформляет не в каком-то банке они находятся ям сейчас объясню где именно они находятся смотрите когда вы активируете свой торговый счет пополняя его на куда сумму соответственно деньги которое переводится на вас торговые счеты не отображается уже на торговой балансе благодаря этому у вас уже есть доступ к неизболит вам на вашем торговом счете и там же у вас есть по факту статус инвестора по которому вы можете совершать различного рода финансовые операции на бирже. То есть это либо покупка ценных бумаг, либо продажа ценных бумаг, либо же сохранение ценных бумаг. В дальнейшем все ваши бумаги, они находятся, сохранятся на депозитарной ячейке. По факту депозитарная ячейка, она находится только в одном месте, она находится непосредственно на бирже. И неважно, вы торгуете со Сбербанка инвестирования, Тинькофф инвестирования и так далее. Все вот эти вот фразы о том, что депозитарная ячейка хранится в каком-то определенном банке, это все миф. Депозитарная ячейка всех, да, то есть каждая депозитарная ячейка, она хранится в одном месте, на бирже, на мировой бирже и на, опять-таки, на центральной бирже. Все остальные банки, они могут быть только операцией, то есть операцией по покупке и перепродаже ценных бумаг. Понимаете этот момент? Вы имеете в виду, я вас прошу, я вас прошу, вы имеете в виду депозитарная ячейка, это там хранятся и ценные бумаги, как таковые, если я покупаю сами, акции, да, и также денежные средства, да, или как? Нет, 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 на депозитарной ячейке находятся ценные бумаги. Только ценные бумаги? Депозитарная ячейка, по факту, вместе с ним. Смотрите, когда вы открываете торговый счет, у вас автоматически открывается и депозитарная ячейка. Благодаря этому у вас уявляется и депозитарная ячейка, и непосредственно ваш торговый счет. Понимаете? В каком банке я открываю торговый счет? Да, погодите вы с этим банком. Ну, хорошо, 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 слушаю, слушаю, слушаю. Вы такой импульсивный, я не знаю, честно. Поэтому я же говорю, что все ваши ценные бумаги, все ваши активы, они находятся полностью на депозитарной ячейке. В этой депозитарной ячейке только вы имеете прямое право на распоряжение ценных бумаг, на перепродажу их, на приобретение, продажу, сохранение для привилегированных акций, которые используются для выплаты по дивидендам и так далее. Что касаемо торгового баланса, торговый баланс, он непосредственно закреплен за вами лично, потому что идет процесс квалификации, он закреплен за, опять-таки, вашей персональной информацией, благодаря которой только вы имеете доступ к вашим средствам, и, естественно, деньги хранятся в компании, как по факту в банке. Если ваши деньги хранятся, к примеру, там в Сбербанке или в Синкофе, то это ваши деньги, пускай даже они хранятся на счетах банка. Ну, на ваших счетах мы непосредственно банковской системе. То есть, если вопрос стоит в конфиденциальности, то я вам могу уверить, что мы, как компания, мы не имеем доступа ни к вашим средствам, ни к вашим активам. И что касаемо торгов, торги производятся только вами, благодаря тем инструментам, которые предоставляет наша компания, и благодаря той платформе, которая используется в торгах в нашем случае. Ну-ка, 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 ну-ка. Я могу ответить, отвечать на ваши вопросы, там, не отвечать на ваши вопросы. Но по факту, если вы сами прекрасно понимаете, как это выглядит, ну, я думаю, что, в принципе, мы общий язык с вами найдем. Просто сама суть, я никогда не разобрался. У вас есть сомнения насчет компании? Или вы просто хотели бы разобраться, что именно, к чему происходит? Вот этого я вот не могу понять. Я... Дело в чем получается? Что мне просто интересно, да, вот что, ну, вот все началось с перевода. Что меня сразу смутило то, что мне Дмитрий сказал, что в каком банке это будет секрет, почему я настоятельно вас к этой теме-то и пытаюсь подвести, а вы меня от него старательно уводите. В каком банке будут храниться мои средства? А отображаться они будут на торговой площадке? Это мне понятно, это мне все понятно. То есть, в каком банке будут храниться ваши средства? Да, они же не могут храниться на площадке виртуально. Денежные средства хранятся в банке. Нет, они не могут. Да. Правильно. Вот я и хочу узнать, в каком банке. Ваши деньги будут находиться, опять-таки, на Центральном банке, если мы говорим о торгах непосредственно на территории Российской Федерации. То есть, ваши средства, которые вы переводите через финансовую операцию на свой торговый счет, непосредственно они будут находиться в Центральном банке. Если мы говорим о торгах на международной бирже, если мы говорим о Лондонской бирже, о Нью-Йорке бирже и так далее, деньги от этих его возможностей, они будут храниться в тех банках, которые являются европейскими, потому что биржи в основном идут европейские. Соответственно, ваши средства могут храниться либо в банке Цитадели, либо в шведском банке, да, в шведбанке. То есть, тут у нас, ну, большое количество... Я понял. То есть, европейских банков много очень, да. Там есть и французские банки, и там, ну, понятно все. Нет, так все-таки вот, когда я начну переводить деньги, да, это известно, в какой банк пойдут или неизвестно? Я вот что пытаюсь добиться. Я понимаю, что банков много... Ну, конечно. Вот я вот зашел там, я вот просто попробовал, да, эту, ну, оплатежную систему, вот как вот там перевести. То есть, там все написано. То есть, мне надо ввести данные карты, это со своей, с которой я буду переводить там первоначальную свою сумму. И там дальше идет, там вот, 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 и там внизу будет такая кнопка оплатить. Вот оплатить что и куда это пойдет? Нет, ну, оплатить перевести, это по факту одно и то же. Это разные вещи. Это разные вещи. Оплачивается, там, ну, смотрите, если сам вопрос состоит в том, что вы думаете, оплачиваете какие-то услуги компании и так далее, то это исключено. Кнопочка оплатить, это, опять же, просто кнопка оплатить. То есть, перевести ваши деньги с одного счета в виде, там, дебетовой карты, к примеру, на вашу торговую счету. Точно такая же кнопочка у вас есть в онлайн-банкинге. Когда вы переводите деньги, да, кому-то на карту, когда вы переводите деньги куда-то на свои счета, с карты на карты, если у вас несколько карт, у вас там кнопочка идет, либо перевести, либо оплатить, либо, если мы говорим о каком-то другом банке, там будет кнопка «Произвести финансовый оператив». Хорошо, про кнопку не будем, это вот какой банк пойдет? Правильно, про кнопку не будем. Не платилось, там ничего не нужно. Стоп, погодите, чего же вы меня перебиваете? Дайте я вам договорю, я что-то не перебиваю, правильно? Хорошо, хорошо, слушаю. Скажите мне, просто скажите, ну, дайте я договорю вам, чтобы у меня была возможность ответить на эти слова. Хорошо, смотрите, там по факту, что кнопка платить, что кнопка перевести, что кнопка совершить финансовые операции, она одинаковая. Ну, то есть там может написано быть на заборе что угодно, но по факту это забор, правильно, а не то, что на нем написано. Аллоу, Артем, пропали. Аллоу, да, я здесь, вы меня слышите? Да, сейчас слышу. Да, да, я здесь. Просто была тишина, да, ага. Ну, связь проливается, бывает. Да, вы услышали то, что я вам говорил, касательно того... Я последнее про забор, это, про забор услышал последнее. Если что-то еще говорили, то уже не услышал. Ну, да, да. Нет, это было последнее, чем я говорил. Так, ну, хорошо, это с кнопкой разобрались мы. Все-таки я вот задаю вопрос, в какой банке? Вот, хорошо, вот я кнопку нажимаю, оплатить, и куда пойдут денежные средства, в какой банк? На центральный банк. В Российской Федерации. В центральном... Да, да, да. В российский... Центральный российский банк не работает с физическими лицами. Что еще раз? В центральный банк России не работает с физическими лицами. Почему с физическими? Но я же физическое лицо. Если мы говорим о сотрудничестве, ну, конечно, но у вас ведь нету брокерской лицензии. Я не нету, конечно. Если бы вы были физическим лицом, и если бы у вас непосредственно была брокерская лицензия, то довольно-таки проблематично в нас в то время, потому что это вам нужно было... В общем, это невозможно. Если мы говорим о том, что мы сотрудничаем с компанией, если мы говорим о том, что мы сотрудничаем непосредственно с государственной компанией, то, естественно, деньги хранятся в Центральном банке. Вот это я и спрашиваю. То есть это, в принципе, то, что у вас Центральный банк Российской Федерации является как вашим партнером, то есть получается, что деньги мы заводим туда. Правильно? Немножко повторите еще раз. Вы, если вы являетесь партнерами Центрального банка Российской Федерации, то получается, я деньги завожу на ваш брокерский счет, да, или как? Нет, вы не заводите деньги на мой брокерский счет, или на брокерский счет компании, или так далее. Понимаете? Без разницы, с кем вы торгуете, с нами вы торгуете, с Тинькофф вы торгуете, там, я не знаю, много брокеров у нас. У этих брокеров, какого-то хорошего брокера довольно-таки... Вы опять пропали, Артем. Да, слушаю. Да, 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 все открываются. Ага, то есть вообще я просто отключил, потому что была сплошная эти цена. Так, слушаю дальше. Я понял, я вот тоже вот ничего не слышал. А что именно в последний раз вы, последнее вы слышали? Мы говорили о том, что очень трудно найти хорошего брокера. Да, вот там. Нет, нет, не только брокер, я имел в виду... Процентральный банк, да, то есть что, если я нажимаю кнопку «Оплатить», то денежные средства в размере, ну там, я вот сказал, что 250 долларов, да, то есть они поступают в Центральный банк Российской Федерации. Вы мне так сказали. Еще раз. Ну вот я вот, да, вот у нашей платежной системы, где вот у нас, да, где вот у нас эта, ну платежная система, то есть я набираю 250 долларов, нажимаю кнопку «Оплатить». Эти средства поступают куда? Вы мне сказали, в Центральный банк... Да, в Центральный банк России. Так. На мой счет? Правильно, правильно. На мой счет или на ваш счет компании? На ваш счет они поступают. Но я же вам говорю, что у меня в принципе не может там счета быть, Центральный банк не работает с юридическими лицами, у меня там не может быть счета. Хранятся-то они в Центральном банке, правильно, это ваши деньги. И это видно, потому что вы, как лицо, которое выступает в роли инвестора, опять-таки эти деньги, они закреплены за вами. Понимаете? Я не пойму. Я понимаю, когда деньги хранятся у меня на моем счете в Биер-банке, я это вижу. Не надо кричать, спокойно говорите. Я вам спокойно говорю, это вы уже нервничаете, Артем. Вот вам не надо нервничать, в конце концов так. Я же вам пытаюсь сказать. В Центральном банке Российской Федерации не может быть моего счета. Мой счет может быть в каком-то банке, в Биер-банке, в Газпроме может быть, в Альфа-банке. А вы говорите, что я перевожу деньги в Центральный банк России. Этого не может быть априори. Я туда не могу перевести деньги. Вы работаете с физическим лицом, верно? Да. С физическим лицом. Вы работаете с какой компанией? С физическим лицом или с компанией вы работаете? С компанией. С юридическим лицом. С юридическим лицом. Соответственно, если у компании есть доступ к бирже, есть доступ непосредственно к открытиям торгового счета, есть доступ и нет, не на брокерской или брокерской деятельности. Как вы считаете, эта компания может понять ваши средства в Центральном банке? Вы можете там свои средства хранить, как вы считаете? Свои можете там хранить. Нет, я не могу свои средства хранить, потому что я тоже являюсь физическим лицом. Я имею в виду свои средства компании, не ваши лично, нет. Давайте, Артем, если я говорю с вами, значит это компания, а не вы, Артем, как физическое лицо. Смотрите, вы сейчас берете, я не знаю, 20 тысяч рублей, отдадите своему другу Игорю. Эти деньги у него хранятся в квартире, в шкатулке. Как вы думаете, деньги эти хранятся в шкатулке или у вашего друга? Не понял, к чему вы это. Но это просто параллель, я вам провожу то, что вы говорите. Обычная ситуация, вы взяли какие-то деньги, отдали своему другу Игорю, к примеру, да? Игорь взял, положил эти деньги в шкатулку. Деньги хранятся в шкатулке или у вашего друга Игоря? Они хранятся у моего друга Игоря в шкатулке. Правильно, правильно. Они хранятся у вашего друга Игоря, верно? В шкатулке, да. Он сохраняет ваши, он сохраняет ваши средства. Не шкатулка сохраняет эти деньги, а сам ваш друг Игорь. Понимаете? Ну и что дальше? А наши, значит, деньги могут находиться где угодно. Они могут находиться в шкатулке у него, они могут находиться в холодильнике, на антресоле у Игоря. Согласен. Игорь ответственный за эти деньги. И только он, опять-таки, да, заинтересован, ну, заботится о том, чтобы они были сохранены. Я согласен, они хранятся у него, это совсем другое дело. То же самое и здесь происходит. Ваши деньги, они хранятся непосредственно у компании, которая имеет доступ на биржу. Деньги компания может хранить где угодно, как в Центральном банке, как в любом другом банке. Разницы не имеет. Деньги по факту ваши. Если вы думаете, что это какая-то пирамида, вы просто даете деньги для того, чтобы они, я не знаю, приумножались за счет других вкладчиков, вы очень глубоко ошибаетесь. Потому что по факту мы торгуем по другому принципу. Мы торгуем так, как торгуют нас все компании, которые имеют брокерскую лицензию. И также мы торгуем, опять-таки, с намерением того, чтобы взаимодействовать с, опять-таки, европейскими государствами и европейскими лицами. Все происходит по одной системе, по банковской системе. Банков, вы сами сказали, уйма. Очень большое количество. Правильно же? Да. Соответственно, пусть они хранятся в Центральном банке, пусть они хранятся в Сбербанке, пусть они хранятся в Шведском банке, там все банки и так далее, разницы не имеют. Деньги как были вашими, они так и остаются. Но, чтобы деньги эти оставались моими, они должны лежать на моем счету, правильно? Не важно, какой это счет, торговый или там брокерский счет это будет. Как он будет называться, это уже второй вопрос. Ну, они по факту ваши, они на счету у вас находятся. Доступ к средствам у вас есть, опять-таки. То есть у меня будет доступ к этому счету, я правильно понимаю? Да у вас этот доступ в любом случае будет. Деньги-то ваши, они не компании. Они не чьи-то, они непосредственно ваши. У вас деньги, когда на кредитной карте, там, на дебетовой карте хранятся, это же ваши деньги, правильно? Конечно. Это же не деньги банков, которым они хранятся, правильно? Конечно мои. Но я же к этим деньгам имею доступ. А вот к этим деньгам я буду доступ иметь или нет? Послушайте, вам сегодня нужна будет сумма какая-то с торгового счета, вы без проблем ее можете вывезти. В этом нет никакого, опять-таки, нонсенса и так далее. Вам нужны деньги, пожалуйста, вы можете их поставить на вывод и там... Мне все зависит. Это со счетом не совсем это все понятно, все, конечно. Если бы там сказали, что в каком-то банке будут храниться, это в Альфа-банке. То есть у меня даже, может быть, и вопросы в него такие. Но вы назвали Центральный банк Российской Федерации, у меня сразу здесь это. Но да ладно, бог с ним. Как говорится, это... Мы все-таки про лицензию обещали вернуться, так и не вернулись. То есть, может быть, вернемся к лицензии? Да, конечно. Вам непосредственно лицензия нужна ОНО по нумерации лицензии или в каком именно формате. Ну, мне в любом формате. Я просто ее на Центральном банке пробью. Если она пробивает, то все нормально. Она может не пробиваться на Центральном банке. Почему? Ну, потому что лицензия, опять-таки, она выдается, как вы сами сказали, она не выдается физическим лицам и так далее. Она выдается невозвестной компанией. Сам реестр компании, он довольно-таки большой. И лицензии они выдаются по определенным предварительным данным. Сейчас, одну секунду. Ну, понимаете, просто опять-таки есть различного рода списки. Есть списки на брокерскую деятельность, есть списки на депозитарии, есть список реестров, есть очень большой список, перечень документов и так далее, какой нам необходим. Нет, мы касаемся того списка, какая у вас деятельность. У вас деятельность брокерская. В Центральном банке есть список брокеров, их 249 на сегодняшнее число. То есть оно постоянно меняется. У кого-то лицензия забирается, у кого-то выдается она. То есть там каждый день меняется это количество. Но не каждый день, ну там раз в месяц, может быть. Не каждый месяц. На сегодняшний день там 249 компаний. Я понял, вы сейчас на реестре находитесь, правильно? Что? Вы находитесь сейчас на реестре, правильно? Ну, на Банк России, реестр, а на организации. Да, вот смотрите, там вот есть брокеры. Так, я вижу, да. Да. Я сам прекрасно знаю, что там. Так, одну секунду. Там, конечно, большинство идет банков, но есть и небанковские структуры. Тоже имеют этот... Не знаю, да. Да. Послушайте, так это... Так, а вот тут мы вправимся в одну небольшую загвоздку. Акциональное общество, акционерное общество. Смотри, да. Наловы на линии? Да, да, да. Да, брокерскую лицензию, опять-таки, если мы говорим о предоставлении, и так далее. Сейчас. Я вам могу отправить брокерскую лицензию, и в целом, чтобы вы ее нашли на реестре. Угу. Но, к сожалению, для этого потребуется время. Сейчас я такой возможности вам предоставить не могу, потому что вот этот реестр брокерских лицензий, да, опять-таки, каталог, он почему-то недоступен. Есть список брокеров, есть список дилеров, депозитариев и так далее. Но для того, чтобы мне найти непосредственно нашу компанию, сейчас можно потратить определенное количество времени. Понимаете? Угу. Угу. Придется, опять-таки, если мы говорим о предоставлении брокерской лицензии, потребуется время для того, чтобы вам на общем реестре ее найти. Ну, придется подождать, значит, ранее. Что? Придется подождать, вы же не предоставите все равно ее, в конце концов? Ну, смотрите, да, то есть, опять-таки, ранее мы не сталкивались с подобным родом интуидентов. Обычно, ну, про брокерскую лицензию мало кто спрашивает. В смысле, мало кто спрашивает? То есть, человек заходит в компанию и... Это же первое дело вообще, это вот первое дело спросить, а про лицензию? В наше время, где сейчас столько мошенников на этом рынке, и у вас никто, а не спрашивает лицензию, да такого не может быть просто. Нет, вы не понимаете. Просто обычно, когда люди сотрудничают непосредственно с самой компанией, они уже, ну, имеют понимание того, что они сотрудничают с... Смотрите, я нашел брокерскую лицензию, могу вам ее предоставить. Угу. Скажите, вам вообще ее куда лучше было бы положить? На WhatsApp, правильно? Ну, можете на WhatsApp скинуть в нее, конечно. Давайте я вам ее отправлю, скорее всего, на WhatsApp. Угу. В WhatsApp по этому номеру, правильно? Да, по этому номеру. Угу. Хорошо, смотрите. Ага, сделаем тогда следующим образом. Сейчас я вам отправлю на WhatsApp брокерскую лицензию. Вы ее увидите, посмотрите. Оставайтесь на линии буквально пару минут. Я так понял, у вас контактные данные с Дмитрием, да? Ну, позвонил он мне, да. У меня его... Я его пытался сохранить, чтобы в WhatsApp, но почему-то постоянно меняется номер. И у меня, ну, то он на одном, то он на другом. И я примерно понимаю, почему это. Наверное, видимо, что IP-телефония связана. А что именно, почему вы понимаете, что именно? Ну, я говорю, что почему-то я его один раз номер сохранил, его, все. Потом он мне пишет уже с другого номера. Тоже там, что сохраните номер, потом с третьего номера. Вот три номера было. Понимаете, в чем дело? Потому что это IP-телефония. Скорее всего, это... Это мое предположение, просто я это не утверждаю. Я понимаю вас. Понимаю. Я, честно говоря, сам иногда поражаюсь тому, как именно работает программист. Так. Смотрите, у вас на подарке в WhatsApp я вас нарисован. Да, 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 совершенно верно. У вас нарисован. Хорошо. Так, с одной секунды. Алло. Да, да, да. Да, заходите в WhatsApp. Угу. Ну, я вот здесь ссылочку вижу. Это сейчас я... У меня WhatsApp, чтобы мне было удобнее, у меня на компьютере продублированный. Так, сейчас я его скопирую и заведу. Да, конечно. Заходите, я вам все отправил. Если у вас возникнут какие-то вопросы насчет того, как можно задавать книг. Да, да, я у меня сейчас открывается она. Так, у меня здесь открылась вот Лей, Galaxy Capital Trading, LTD. Идет перевод страницы у меня пока на английском. Это что? А вы английский не знаете, да? Я не так хорошо знаю. Я знаю английский в пределах школьной программы на три балла. На Мегапад. Да. Не понял. Не понял. Вот, перевел, да, в принципе, перевелось, да, да. Ну, то есть... Реестр компании вы имеете в виду, да? Вот по услугам британских Виргинских островов. Та-та-та. Ну, это не только реестр. А вы-таки это разрешение на брокерскую деятельность? Нет, я понимаю, что у вас это разрешение на брокерскую деятельность в Европе. Где там еще? Вы же сказали, что у вас есть лицензия Центрального банка России. Он же регулятор в России. Мы сколько с вами говорили? Я говорю о том, что вы мне, смотрите, просто вы мне сказали предоставить вам брокерскую лицензию. Я вам меня предоставил, верно? Центрального банка России я вам говорил лицензию. Она была совершенно точно определена. Вы мне сказали, вам предоставить брокерскую лицензию, верно? Я сказал, предоставить мне брокерскую лицензию Центрального банка России. Это мои слова. Давайте поговорим. Я вам предоставил. Вы мне сказали, я вам отправил, я вам ее отправил, пожалуйста, можете с ней ознакомиться. Но давайте будем откровенны. Сейчас речь идет не о брокерских лицензиях, сейчас речь идет не о депозитарных ячейках, и в целом не об этом всем. Но речь идет о том, что вы думаете, что опять-таки ваши деньги попадут непонятно куда, и вы больше их не увидите, верно? Ну, скажем так, если честно, у меня есть насчет этого сомнения. Нет, давайте откровенно вы в этом уверены. Давайте будем откровенно вы прямо в этом уверены сейчас. Ну, я не то чтобы уверен, я пока не вижу подтверждений, что это будет не так. Знаете почему? Нет, сейчас, да, да, почему? Потому что я вот открыл, когда у меня были выходные все свободные, да, то есть мы так не смогли с Дмитрием связаться в пятницу, все выходные. И когда я открыл Galaxy Trade, ну, просто чтобы зайти на сайт, вот именно уже, не по ссылке там никак, а вот просто вот набрал, да, у меня выдало, Яндекс не выдал, подряд две страницы, что это мошенничество и обман. Не отзывы никакие, а прямо целыми сайтами, то есть сайты идут, пачками сайтов вот идут, то есть, ну, сколько на страницу входит там, ну, штук 10-12, наверное, да? И вот так вот, две-три страницы. А что именно там пишут люди? Ну, вот что они пишут, что они пишут. Вам прочитать, я думаю, что вы можете сами это найти. Я бы просто делал там, что, знаешь, что такое конкурентоспособная компания, да, которая опять-таки, ну, в целом, да? Я тоже об этом подумал, вопросов нет, да, я тоже об этом подумал. Если мы говорим о том, что действительно есть компании, которые друг с другом очень сильно конкурентоспособны, например, Сбербанк Синько, наши компании с другими компаниями, тем более, если мы на родном уровне, очень часто компании пытаются друг друга отцепить. И я не скрываю того, что, да, есть отзывы, я не скрываю того, что, да, опять-таки, есть негативные отзывы, и я это прекрасно понимаю, но скажите мне, если мы говорим непосредственно о нескольких факторах, первый фактор это то, что непосредственно сами отзывы написаны под шаблоном, и по факту люди пишут одно и то же, как по шаблону, что уже вызывается мнение. Второе, это, естественно, то, что люди там пишут в основном, да, опять-таки, негатив. Ну, люди, которые действительно знают, вот, примерно, ситуацию простой наведем, вы заработали вместе с нами один миллион рублей, вы пойдете об этом кричать налево-направо? Я так не думаю, как и другие люди. То есть, опять-таки, отзывы, ну, это смешно. Я, например, езжу на BMW, я могу выйти на улицу, мне 8 из 10 человек скажут, что эта машина плохая, но эта машина мне нравится, я на ней езжу. Это же не означает, что она мне не подойдет. Просто такое мнение, просто где-то что-то, кто-то говорит, все. Вы, например, на какой машине ездите? У меня Land Rover. Land Rover у вас. Я знаю, что у Land Rover очень ненадежные коробки и топливный насос высокого давления. Совершенно верно. Но эта же машина вам нравится? Вы же на ней ездите? А мне эту машину подарили, поэтому я на ней ею. Ну, она же вам нравится. Правильно. Вы же на ней ездите? Вы же ее не продали, не купили с 3 шевраля. Я ее не продал, да? Это смысл мне ее продавать за меньше, чтобы потом взять машину другого класса. Смысл какой? Ну, я просто говорю вам, что... Ну, суть не в этом, Артем. Мы от чем-то отодвинулись. Я все с вами согласен, что есть фирмы-конкуренты. Я это полностью поддерживаю, что отзывы там могут быть и специальные, и заказные, и все. Я-то же говорю не про отзывы, я говорю про то, что сайт обсуждает, не то, что обсуждают, а его раскрывают полностью. Я почему изоинтересовался, есть ли у вас лицензия? Я просто в этом деле, это сам-то, как говорится, я никогда не торговал, но почитав, я увидел, что да, что действительно у вас лицензии-то от Сбербанка нету, потому что вы ее, видимо, никому не представили, эту лицензию. Еще почитав, я понял, что в бизнес-клезии торговать у нас пройти нельзя, без Центрального банка. Об этом и разговор идет. Конечно, у меня сомнения, а как же еще иначе-то? Ну, я же говорю, что если мы говорим с вами о том, что сомнения возникают конкретно в этом, ну, я вам могу предоставлять любые соглашения, любые лицензии и прочее, прочее, прочее. Но вы по факту-то в этом никогда не убедитесь, ничто вам не даст такой уверенности, если действительно вы не попробуете, не увидите там, опять-таки, результат, не пообщаетесь с финансовым аналитикам. Тем более, о чем мы с вами говорим? Вы сами, в принципе, на сном приступаете к работе с оптимальной для вас суммой. Я же не настаиваю на какие-то инвестирования крупных и так далее. Попробуйте, посмотрите, увидите, есть ли у вас, ну, для вас выгода в этом всем, есть ли смысл вам работать, довольны ли вы результатами, если все будет вас устраивать, ну, пожалуйста, посмотрите, как происходит вывод средств, как происходят все остальные инструменты. Примите для себя взвешенные решения. Ну, от чего намоталкиваться, от отзывов, от чего, непонятно от чего. Ну, мужчина с мужчиной, как взрослые люди. Артем, давайте на чистоту, Артем, давайте на чистоту. Вот, если честно, да, я уже на пенсии, я, Дмитрий, сказал, что я работаю водителем, но водителем я работаю два с половиной года. В свое время я окончил Восточно-Сибирский институт МВД России. Знаете такой? И 20 лет... Восточно-Сибирский институт России... Какой институт? Восточно-Сибирский институт МВД России. Это в Иркутске находится? Сейчас немножечко прервается, поэтому переспрашиваю. Да, в Иркутске находится Восточно-Сибирский институт МВД России. И потом 20 лет проработал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. И я могу вам рассказать даже схему, вот которая у вашей компании, якобы, да, якобы брокеров. Как она будет действовать? Ну, давайте. Вот смотрите. Я завожу определенную денежную сумму. На какой банк это все, ну, будто бы я этого не знаю, все. На платформе в моем счете высвечивается 250 долларов. То есть все нормально, все хорошо. Я вижу, мои деньги отображаются. Мы начинаем торговать. Неважно, с аналитиками я это делаю, с роботом, там, как, все, что. У вас, скорее всего, идет эта простая бутафория. У вас, по большому счету, даже нет выхода на международный рынок. Не то, что на международный, даже на российский рынок, на наши две диржи. У нас все идет хорошо, то есть денежные средства-то есть, у вас, у вас компания-то все равно, они есть, да, что, якобы, я, что-то там, какие-то сделки прошли у меня, все, у меня сумма растет. Я говорю, я хочу вывести, без вопросов. Я могу вывести 100 долларов, 200 долларов там. Потом какое-то время идет просадочка. Вступает в дело моя страховка. Мы же не на полную сумму торгуем. Вот. Благополучно вся страховочка почти сливается. Ну, неудачный день получилось. Все же ошибаются. И техника обижается, и аналитики. Надо еще пополнить. Вы мне говорите, надо же нам из этого минуса выйти. Я еще вкладываю какую-то сумму. Я же тоже не хочу терять свои деньги. Ну, так получилось. Все же шло хорошо вроде как. Я даже только у себя график рисую, что у меня ползет линия-то вверх, что да, можно зарабатывать. Я еще вкидываю денег. Опять такая же ситуация. Ход и провальчик. И так можно идти до бесконечности. Но когда я скажу, что я больше не хочу вкладывать, я хочу забрать то, что осталось, или хотя бы, ну, там, не знаю, или уже все, это все спустил, это все понятно, что уже и нету денег. Все. Я назад ничего не вернул уже. И получается, что вы само это заработали и на процентах, как якобы, если у вас есть выход, конечно, на биржу. А если нет этого выхода у вас, то вы эти 200 долларов, ну что, что это, себе в карман, в карман, в карман, в карман. А такого народа у нас еще много в России. Вот так и получается. Ну, это все. Ну, вы в этом уверены прямо на все 100%. Ну, я этим занимался, Астюм. Нет, ну, вы занимались, это говорили, что 20 лет вы проработали, да, в этом отделе? Да, да, да. 20 лет вы проработали, то есть, соответственно, за 20 лет вы хотите сказать, что вот то, что вы мне сейчас говорили, это только то, чем занимаюсь компанией или что? В смысле, компанией? Ну, я просто не понимаю. Вы мне сейчас рассказали какую-то схему, какую-то систему. Да, схема, 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 это такая схема и у вас. Потому что вы не можете, любой брокер нормальный, да, вот который есть в списках, у которого есть лицензии, он ничего не будет скрывать. Он даже не будет названивать сам, к нему сами придут все. Если ему что-то не понравилось там по телефону, что, может быть, человек там не в себе там какой-нибудь будет, там или еще что-то, они не будут там перезванивать, там и говорить, что вот, все-таки, может быть, надо подумать. Нет, это самодостаточные компании. У них все хорошо. Вы знаете, в чем проблема сейчас складывается? Складывается в чем? Вы мне это все рассказываете, вы мне сейчас это все рассказываете со стороны гослужащего, со стороны министерства внука не делали, как вы там сказали, где вы работали. Да, министерство внука не делал совершенно верно. Скорее всего, вы просто где-то потеряли уже деньги и уже как бы не вернулись, и поэтому вы обозрелись на всех, но не суть важно. Не суть важно, правильно. Откровенно, правильно. Да, 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 конечно. Да, мы с вами откровенно говорим. Поэтому, ну, то есть, как бы, вы мне рассказываете о каких-то схемах, о каких-то брокерах. Вот дело в том, что вы просто не связывались с нормальными брокерами, вы не работали с нормальными брокерами. Не работал. У вас такое впечатление, что все компании, они как под частую, как под шаблон. Артем, я и не говорю, что работал, да. Я просто вот сейчас, я нахожусь на пенсии, решил найти себе брокера, да, вот просто находясь на пенсии. Я посмотрел компании, которые находятся в реестре, в этом какой, в Центробанке, да. Но тоже посмотрел. Все эти компании, они торгуют почему-то вот у нас в стране. На международный рынок они не выходят. Я звонил в компании эти, спрашивал, что это уточнял, где-то на сайтах смотрел, где-то в банке звонил, где-то даже сам приходил, как, например, это в СБЕР, я сам туда приходил. То есть мы это обеседовали с этим, с управляющим, ну, с менеджером. Вот. И вот, а международного рынка-то нету. И, может быть, вы и правы, может быть, и нет у нас в России такого брокера, который выведется. А только одни обманщики получают. Потому что с обманщиками я в свое время хорошо поработал. Никогда не думал, что это коснется вот так, что круг как бы замкнется. Я и занимался-занимался, и в итоге я сам же прихожу уже не как человек, который разоблачает, а человек, который стучится в дверь, чтобы, скажем так, заняться инвестированием. Вот. Ну, давайте так, давайте откровенно. Ну, уже как бы, ну, откровенно друг с другом говорим, правильно? Конечно. Не лукавим там и так далее. Давайте откровенно, сколько вы вообще денег потеряли на этом? Я на этом нисколько еще не потерялся. Я еще не торговал в том-то все и делах. Нет, вы потеряли, вы потеряли. Ну, Артем, я же вас не буду переубеждать. Вы говорите, что, если вы хотите в это верить, я вам этого не могу запретить. Пожалуйста. Артем, не волнуйтесь, пожалуйста. Я не волнуюсь нисколько. Вы думаете, что вы хороший психолог? Вам до хорошего психолога очень далеко. Давайте не будем повышать друг на друга голоса. А я не повышаю. Я вас и так прекрасно слышу. Говорить. Ну, я понял. Вы просто очень эмоциональный человек. Смотрите, я не люблю там каких-то психологов и так далее. Мне просто интересно. Если вы вот говорите действительно на серьезных, ну, на серьезные вещи говорите насчет систем каких-то, схем и так далее. Мне бы хотелось узнать, действительно, вы сами с этим сталкивались, я так понял. Вы сами уже где-то там что-то потеряли. Или там, может быть, кто из ваших родных друзей это сделал. Ну, и, соответственно, у вас сложилось такое впечатление про все компании. Но они все компании такие. И поверьте мне, если где-то кто-то там что-то терял когда-то, то это было по вине либо непосредственно самого человека, либо по вине компании, которые действительно, ну, делал вид, что она имеет куда-то какой-то выход и так далее. Поэтому я знаю по себе, если один раз вы уже попались в какие-то неприятные ситуации, второй раз вам есть, куда не захочется. Вот. И, соответственно, если мы говорим с вами о доверии, о том, что я вам предоставил, будем открыты, ни один брокер, никто вам не предоставит того, что предоставил вам я и целом информацию по моей компании. Никто не будет уделять вам столько времени, сколько я уделил вам сейчас. Потому что вам, на вас, тем все равно. Ну, как это все равно? Нет, такого не может быть, чтобы было все равно. Как это компании, компании-брокеры все равно, если они заинтересованы в клиенте. Потому что вы сами сказали, вы сами мне сказали, что по вашему мнению у них все хорошо, что компании-брокеры всегда уверенно чувствуют, никто никогда ни с кем не разговаривает, никто никому никогда не... Совершенно верно. Знаете почему, Артем? Потому что у них все на готове, у них... Вот мы с вами говорим добрых полчаса уже ни о чем, а с нормальной компанией, вот я вот беседовал, которая компания вот у нас, как на рынке, пожалуйста, все лицензии, все по делу 10-15 минут, не больше, и то это потолок. И все понятно, все ясно. Хотите работайте, не хотите, не работайте. Все. А мы с вами бьемся уже 30 минут, наверное. То мы с этим счетом били, то потом с лицензией. И в итоге ничего. Что ничего? А что вы хотели услышать от меня? Вы хотели услышать... Я хотел от вас получить лицензию Центрального банка Российской Федерации, как регулятора в России. И хотим узнать, какая система все-таки перевода моих денежных средств, в какой банк, как это будет отображаться, где они будут находиться, что вы мне тоже сказали полную чушь. Я даже об этом уже спорить не буду. Вы просто не имеете представления, как это работает. Ну, да, хорошо. Я не имею представления. Так что я вам не желаю успехов, видимо, потому что я на 99% уверен, что вы мошенники. Не буду вам желать. Повторите еще раз, я же говорю. Вы там на громкой связи, скорее всего, зафиксируете. Я уже давно не на громкой связи. Я говорю, что я вам же это не желаю успехов, потому что, скорее всего, вы мошенники. Вот и все. Да, больше мне не звоните. Да, ваше аргументированное решение у вас такое, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.